Герои С-класса узнают о том, что Сайтама не тот, кем кажется. В 218 главе Геннесс подробно рассказал всей ассоциации героев всю историю Сайтамы, как он победил Гару, переместился в прошлое и еще раз его победил, тем самым спасая весь мир от уничтожения. Именно на эту тему я и хочу с вами поговорить. Да, у меня на канале есть обзор 218 главы, где мы разбирали эту тему, но я хочу подробнее изучить ее и разобраться, к чему же это все ведет. Так вот, давайте начнем с самого начала. Кто такой Сайтама и как он заполучил свою силу? Теорий очень много, некоторые говорят, что скорее всего бог монстров наделил его силой, а остальные верят в то, что Сайтама своими усилиями сломал лимитер и добился такой невероятной силы. Да, я тоже в это верю, но все ли так просто, как нам кажется? Что если Сайтама поглотил силу бога монстров, который не смог взять верх над его разумом? Давайте вспомним 209 главу, когда перед Гару появился бог монстров в обличии его учителя Бенго. Он хотел его обмануть и захватить его разум, но Гару отмахнулся от его руки, после чего он заполучил силу бога монстров, так как все же коснуться его руки. Но тот из-за того, что Гару не пожал ему руку, то есть не согласился на сделку с дьяволом, можно сказать, не заполучил полный контроль над его разумом, который был в сознании все это время, то есть во время всех своих битв. Хоть он и потерял свой рассудок, но лишь временный, до тех пор, пока Сайтама не привел его в чувства. То есть я это все к тому, что Сайтама, захотев стать сильнейшим, мог позаимствовать силу у бога. А тот, поняв, что ошибся, подарив такому человеку свою силу, решил ее отобрать, потому что он напрямую стал угрозой для его плана по захвату всего живого. Да, это лишь моя теория, но думаю, что это возможно. Сами подумайте. Бог монстров появился после того, как Сайтама заполучил силу. Это когда Бласт сражался против многоножки старешины. Что если он тогда хотел предоставить силу Бласту, чтобы тот смог разобраться с Сайтамой? Но Бласт не принял его предложение, а наоборот, стал противостоять этому врагу. Хоть он до этого и знал про это существо, но после того, как он появился в их мире, он ушел в команду защитников вселенной, которые до сих пор борются против этого бога монстров. Бласт обладает огромной силой, чего стоит только способность перемещения между вселенными. Насчет временных перемещений я не знаю, но это тоже не исключено. Если так, то он наверняка знает про все, что было между Гарроу и Сайтамой. Но сейчас это не так важно, потому что он может это узнать от самой ассоциации героев, куда его позвал Сичи и рассказал все, что доложил Геннесс. Думаю, он без всяких сомнений поверит в это. Ну или скажет, что и так это знал и после этого наблюдает за Сайтамой. Так как он, да и все уже понимают, что бог монстров преследует что-то в этом мире. И это, как мы с вами знаем, Сайтама. И, возможно, Бласт тоже догадался. Наверное, он знает, что бог монстров планирует с ним сделать. И он попытается спрятать Сайтаму, как было с Наруто во время Четвертой мировой войны Шиноби. Все деревни хотели удержать Наруто на острове, так как главной цель Акацуки была захватить Девятихвостого лиса, который был запечатан внутри него. И для общей защиты они приняли такие меры. В итоге Наруто, конечно, сбежал на поле боя, но это уже совсем другая история. Я это все говорю к тому, что, возможно, Бласт подумает поступить так же. И это будет день распродажи Сайтамы. И он будет не рад, если заявится старик Бласт и отведет его через портал в другое измерение. В то время, как он уже еле дошел до своей очереди. И тут завяжется битва Сайтамы против героя первого ранга С-класса Бласта. Думаю, Мурат и Иван не смогут отказаться от такой хайповой битвы. Как по мне, этот бой рано или поздно должен состояться, чтобы выяснить, насколько силен первый ранг С-класса. Итак, заключение. Бласт, вероятнее всего, уже знает про то, что Сайтама – главная цель бога монстров. И я очень надеюсь, что в будущем нам покажут их дуэльную битву против божественной угрозы. Все герои С-класса уже знают, что Сайтама силен. Да и не только. С каждой главой все больше и больше людей и героев это замечают. Вот в последней главе манги второй номер С-класса тоже узнал про силу Сайтама. Ну, так сильно прижать к себе Татсумаки не каждый сможет. Да и дала она тоже лишь Сайтаме. Так вот, что если все люди, включая героев С-класса, узнают, что виной всем бедам, появлением монстров и всему остальному виновен один человек Сайтама? То что же они сделают? Думаете, что они будут адекватно размышлять, типа, ну, раз бог монстров, наверное, хочет разобраться с ним, то это наш козырь? Нет. Людям нужен виновный человек, на которого они могут указать пальцем. А на бога монстров они не смогут по простой причине. Они его не видели и не знают, на что он способен. Они лишь узнали, что именно из-за этого человека появляется вся нежить. И единственное, о чем они будут думать, это избавиться от данной угрозы, чтобы монстры больше не появлялись. Вы только представьте, в финале One Punch Man абсолютно все герои будут против Сайтамы. Я примерно сделаю набросок, чтобы вы представили это. Вот, вы только посмотрите на это. Сайтама против всех. Может ли это случиться? Почему бы и нет? Конечно, очевидный финал это битва Сайтама против бога монстров. Но что, если все будет не так просто? И, возможно, нас ждет что-то примерно приблизительное тому, что я рассказал. Если вам это кажется чем-то далеким и невозможным, то вы ошибаетесь. Потому что герои С-класса уже знают про силу Сайтама. А Блаз, скорее всего, уже узнал, что цель бога монстров и есть сам Сайтама. А когда остальные узнают, это вопрос времени. Я лишь рассказал вам свою теорию, а свое мнение по поводу нее вы можете высказать в комментариях. Хочу поблагодарить этих ребят за поддержку донатом. Батлборг, Репорт Джангл, Эллиджон, Доктор Баг и Роман Виговский. А также подписчику на Бусти Данилу Никишеву. Огромное всем вам спасибо, друзья. Вы очень сильно мотивируете меня. Для тех, кто тоже хочет поддержать меня донатом или подписаться на мой Бусти, где, кстати, будут выходить озвучки манги, видео, которые Ютуб не пропускает. Ссылки будут в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Всем спасибо, друзья. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока.